Вакцинация против сезонного гриппа и ОРВИ повышает иммунитет организма к различным болезням и предупреждает развитие других сопутствующих заболеваний. Об этом сказали специалисты на заседании Республиканского оперативного штаба. По информации Министерства здравоохранения, в страну начата поставка вакцины против гриппа. Вакцинация будет проводиться бесплатно на добровольной основе следующим категориям граждан, которые входят в группу риска. Граждане с хроническими заболеваниями, беременные, воспитанники детских домов и домов престарелых, воспитанники школ-интернатов, медицинские сотрудники и граждане старше 65 лет. Представители местных органов самоуправления совместно с медиками должны провести разъяснительную работу о важности получения привывки. Министерство здравоохранения страны должно усилить профилактические меры, сказал первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатербеков. В ходе заседания штаба было отмечено, что в настоящее время идет процесс доставки вакцины в регионы, а сама вакцинация будет проводиться во всех центрах семейной медицины. Премьер-министр Куатбек Буронов провел совещание по деятельности промышленных предприятий и инвестиционных проектов. Как было отмечено, пакет антикризисных мер, подготовленных правительством страны, где заложен механизм кураторства промышленных предприятий и инвестиционных проектов в целях оказания поддержки государства отечественным предприятиям в посткризисный период. «Правительство в целях продвижения экономики страны выбрало 29 неработающих предприятий, среди которых имеются и перерабатывающие заводы, и один инвестиционный проект. Если говорить образно, то каждый член правительства буквально будет водить их за руку до тех пор, пока предприятие не заработает». Кураторы должны будут разработать план для тех отечественных компаний, дела которых идут плохо, где будут прописаны до мелочей шаги активизации бизнеса. «Пути решения проблем, период восстановления и каким будет конечный результат должны быть чётко прописаны. Вы сказали, что 1 октября, значит, к этому времени все необходимые работы должны быть завершены. Мы будем смотреть на конечный результат. И подобный план должен быть согласен по каждому предприятию. И мы ради этого имеем все возможности и приложим для этого все свои усилия». В первый этап вошли 29 промышленных предприятий и 10 инвестиционных проектов. Но кураторы не имеют права вмешиваться в финансовые и внутренние проблемы предприятий. Стоит отметить, этот механизм нацелен на оперативное и качественное решение имеющихся у предприятий проблемных вопросов, а также создание благоприятных экономических и организационных условий для деятельности предприятий в пострежимный период. «В первую очередь данный механизм направлен на поддержку самих предприятий на посткризисный период и на поддержку инвестиционных проектов, которые на сегодняшний день реализуются в Хрыгойской Республике. Работа по данному механизму выстраивается в формате единого окна, когда само предприятие может обратиться в адрес куратора и тем самым преодолевать все административные и иные барьеры, которые сегодня ему препятствуют в деятельности». На заседании были рассмотрены вопросы обеспечения компаний электроэнергией. По словам экономистов, нужно проводить работы в этом направлении, чтобы компании покупали электричество у госпредприятий, так как государство и производит электричество, и прибыль тогда будут получать не посредники, а государство, то есть бюджет страны. «Электроэнергию посреднические компании покупают у нас и продают заводам. Частные компании не производят электричество, у них нет ГЭСов. Говоря по-другому, продукт государства частные компании продают и получают прибыль. И мы должны проводить необходимые работы в этом направлении». По обеспечению предприятий электричеством были даны поручения соответствующим органам, ну а в рамках кураторского механизма. В целях проведения оперативного мониторинга организованным секретариатом были даны дополнительные обязательства. «Для оказания оперативного содействия, для соответствующего проведения мониторинга и поддержки предприятий в рамках данного механизма также были определены секретариаты. К примеру, в рамках промышленных предприятий, обрабатывающих секретариатом был определён государственный комитет промышленности. В рамках ГКПН, в рамках поддержки предприятий пищевой промышленности куратором определён Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики. Кроме того, как вы знаете, также были включены инновационные проекты, где куратором остаётся агентство по продвижению и защите инвестиций в Кыргызской Республике». Правительство нацелено на поддержку бизнеса, на развитие производственных компаний, способствующих увеличению рабочих мест и сокращению безработицы в регионах страны, а также на восстановление экономической активности и поддержки деятельности субъектов предпринимательства. На днях состоялось совещание координационной группы Центральной избирательной комиссии. В ходе совещания были обсуждены меры, принимаемые по поступающим сигналам касательно нарушений избирательного процесса. «Мы обсудили общие подходы по вопросам, которые наиболее часто сейчас встречаются в выборном процессе. В частности, очень много сигналов поступает по явлениям массового подвоза на участки, заполнения формы 2, по вопросам противодействия подкупу граждан, по вопросам противодействия административному ресурсу. Мы обсудили общие подходы, взаимно обмены информацией, координацию действий и, конечно, обязательно оперативное информирование общественности». Координационная группа оперативного реагирования, состоящая из правоохранительных органов и избирательной комиссии, создана на всех уровнях комиссии. На общем республиканском совещании было дано поручение еженедельно проводить совещание и давать пресс-конференцию для информирования населения о проводимых работах во время избирательной гонки. «Было дано поручение еженедельно проводить соответствующие совещания оперативного плана и после них давать регулярные пресс-конференции для того, чтобы информировать граждан о принимаемых мерах по сигналам, которые поступают. Каждый четверг будут проходить совещания координационной группы и каждый четверг будет проводиться пресс-конференция для информирования о принимаемых мерах». На каждом из 2420 избирательных участках будут обеспечивать общественный порядок от двух до пяти правоохранителей. Также оказывать им содействие будут и сотрудники других ведомств, таких как таможенная служба, налоговая инспекция и служба по борьбе с экономическими преступлениями. На сегодняшний день зарегистрировано уже 88 различных нарушений. «На сегодня в целом зарегистрировано 88 фактов различных нарушений, проступков, преступлений, по которым органов внутренних дел проводится соответствующая проверка. По подтвержденным фактам принимаются соответствующие решения и по неподтвержденным фактам они сокращаются с производства. Реагируем мы сейчас по сообщениям в интернет-пространстве, то есть в средствах массовой информации. Основная реакция сейчас идет по ним, а таких крупных заявлений пока еще не поставим». Напомним, 4 октября в Кыргызстане состоятся парламентские выборы седьмого созыва. За места в парламенте поборются 16 политических партий, правоохранительные органы и Центральная избирательная комиссия просят граждан соблюдать закон и не поддаваться провокациям, а кандидатам соблюдать все рамки агитационной кампании, предусмотренные законодательством Кыргызской республики. В Бишкеке сотрудники милиции с помощью бойцов СОБРа задержали семь человек, которые намеревались совершить преступление в столице, сообщила пресс-служба ГУВД. Ведомство представило видео, как спецназ проводит задержание в квартире. У подозреваемых нашли автомат Калашникова со стертыми номерами и двумя магазинами. 75 патронов к нему, винтовку ТОС-8 с 20 патронами, травматический пистолет с двумя магазинами и 14 патронами, две рации и мобильные телефоны. Сообщается, что задержанные тайно прибыли в столицу и вели скрытный образ жизни. Трое из семи ранее судимы за незаконное хранение наркотиков, разбойные нападения и мошенничество. Подозреваемым от 20 до 35 лет. Имеются оперативные данные о том, что задержанные также причастны к совершению грабежей и разбойных нападений на водителей большегрузных автомобилей. Они водворены в изолятор временного содержания ГУВД. 14 сентября на 37-м километре автодороги Дыикан-Каракиче сошел оползень объемом 2 миллиона кубометров. К счастью, никто не пострадал. Комиссия установила, что автодорогу Дыикан-Каракиче, где сошел оползень, невозможно расчистить. И Министерством транспорта и дорог, поэтому принято решение строить объездную дорогу. По поручению премьер-министра страны, руководители Комитета промышленности, энергетики и недропользования, представители МЧС и ГП Кыргызской мюр проводят работы на данном участке. «Завалено полтора километра дороги. Сегодня ночью там проводились необходимые работы. С завтрашнего дня на участке начнем мобилизованные работы. Со стороны районных предприятий предоставляется два бульдозера, два экскаватора. Завтра уже техника приступит к очистительным работам. Планируем все эти дела завершить за 10-15 дней. Также говорится о постройке новой дороги». Если работы пойдут по плану, то через 10-15 дней объездная дорога будет готова к использованию. Но так как имеется недостаток техники, дополнительный рабочий транспорт и сила будет привлечено из Иссыкульской и Чуйской областей. Также представители МЧС на местах продолжат работы по определению опасных участков дорог региона. «Была завалена левая сторона дороги, что составила 1 километр 600 метров участка. У этой дороги имеются основные 1 километр пути. 600 метров необходимо очистить и сделать проездным. Сейчас проводятся работы по решению вопросов с ГСМ для техники». Но несмотря на все эти слова, работы по строительству альтернативной дороги могут и не завершиться в срок, так как имеются сложности участка, то есть скальный грунт и недоступность участка для техники. На данный момент на месте проведения работ находятся два бульдозера и четыре экскаватора. Работа начата сегодня утром. По Нарынскому району более 12 тысяч тонн угля нуждаются и государственные, и частные предприятия. 100% черного золота привозится из государственного предприятия Кыргызской Мюр. В то время, когда была открыта дорога, мы доставляли уголь через Сунг-Кюль. Так как сейчас дороги закрыты, мы пока не знаем, откуда привозить, но говорят, что построят новую дорогу. Оползень перекрыл русло реки Каракиче, разрушил линии электропередач и заблокировал дорогу на этом участке. По информации Министерства чрезвычайных ситуаций, объем сошедшей земляной массы с камнями составляет порядка 900 тысяч квадратных метров. Стоит отметить, что в зимний период для жителей данного региона необходимо более 99 тысяч тонн угля, что составляет большую проблему сейчас. В Кыргызстане за сутки выявлено 73 новых случаев COVID-19 Ю-071 и Ю-072. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова. По ее словам, новые случаи за сутки зарегистрированы в Бишкеке – 11, в Аше – 3, в Чуйской области – 5, в Оржской области – 14, в Таласской области – 3, в Нарынской области – 1, в Исокульской области – 9, в Жалобатской области – 9, в Баткенской области – 18. Так, по стране всего зарегистрировано 45 тысяч 72 случая заражения. За последние сутки, на 16 сентября, по республике с выздоровлением выписано с лабораторной и клиникой эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 107 пациентов. Из них в городе Бишкек-47, в городе Орж – 1, в Чуйской области – 4, в Оржской области – 4, в Таласской области – 6, в Исокульской области – 5, в Жалобатской области – 14, и в Баткенской области – 26. За весь период всего выздоровело 41 210 пациентов. В городе Орловка Чуйской области еще с ноября месяца прошлого года начали реконструкцию старой больницы, в которой не было ремонта с 1954 года. Работы должны были завершиться на 1 сентября 2020 года, но из-за ситуации с коронавирусом пришлось приостановить строительство. Также сказалась и материальная недостаточность. Но, как отмечает Эдильбек Тимирбаев, недостающую сумму в размере 6 миллионов 700 тысяч сомов была выделена государством. Таким образом, общий бюджет строительства составил 14 миллионов 700 тысяч сомов. Строительные работы мы начали еще в ноябре 2019 года. Сначала нам выделили 6 миллионов 534 тысяч сомов. Но, как оказалось, этой суммы нам не хватило. И в тот момент как раз объявили карантин. На некоторое время пришлось приостановить строительство. На сегодняшний день дополнительно мы получили еще 6 миллионов 700 тысяч сомов. Само здание было в аварийном состоянии. Грубо говоря, мы снова отстроили это здание. Обновили провода электричества, установили канализацию и водопровод. Теперь же со стороны нашей компании «Достанстрой» осталось только убрать территорию объекта и внутри здания, то есть строительный мусор. Общее число населения Орловки составляет 11 138 человек. Медицинское учреждение обслуживает такие населенные пункты, как Камсомол, Алмалу, Подгорное, Кашка и Бордолу. Больница рассчитана на 30 койко-мест. Отметим, недавно учреждение с помощью Министерства здравоохранения и волонтеров приобрели одну машину скорой помощи. Отделение рассчитано на 30 койко, 5 койко родильного отделения, 5 койко детское отделение, 5 койко хирургическое отделение и 10 койко идет терапевтическое отделение и 5 койко у нас инфекционное отделение. В другом инфекционное отделение находится в другом здании. Оборудование у нас, частично оборудование у нас все старое, то, что осталось от Советского Союза, частично мы приобрели, И это в 2015 году мы приобрели. По поводу скорой помощи, у нас скорая помощь очень старая была. Она уже как бы вышла из строя. Но ребята старались, сделали ремонт, делали. И на этом, ну неделю назад, почти две недели назад, приобрели новую скорую помощь. Это благодаря тому, что директор нас во все инстанции бегал, письма писали. И нам предоставили новую скорую помощь. Напомним, в этом году по всей стране проводят реконструкцию старых зданий медицинских учреждений. И строят 9 новых больниц на случай второй волны коронавирусной инфекции COVID-19. Рахат Батрибекова, Дярхамбек Казыбеков, СТВ, Чуйская область. Коронавирусная инфекция обнажила все недостатки в системе здравоохранения. И показала, в каком состоянии она находится. В пик пандемии все видели, насколько не хватает у нас медперсонала в чрезвычайных ситуациях. И поэтому в Кыргызстане начали создаваться условия для подготовки медиков. В республике имеются как государственные, так и частные образовательные учреждения, которые готовят врачей и других лекарей. В их числе находится и колледж ИСИТО, который обучает студентов с использованием современных технологий. Уже 10 лет как выпускает специалистов в этой области. Медицинский колледж в нашем ВУЗе – самая крупная структура. И он расширяется. Даже трудно остановить его рост. Это потребность в республике. Он очень неплохо оснащен. Даже японцы были очарованы, когда увидели нашу поликлинику, нашу базу практики, наши лаборатории. 18 лабораторий только для этих студентов. Поэтому это направление будет еще дальше развиваться. Студенты данного учреждения во время пандемии тоже не сидели сложа руки. Они принимали непосредственное участие во время непростого периода и оказывали помощь больным коронавирусной инфекцией. Ведь в колледже имеются все условия – как теоретически получать знания, так и практически закреплять ее. Сейчас готовятся кабинеты для подготовки медперсонала среднего звена. И везде, где шла борьба с коронавирусом, наши студенты, вот эти люди, ребята, они проявили себя. Наследуя это, мы решили в этом году расширить. И перспектива медицинского образования большая, потому что и рост населения, и внешние опасности об этом говорят. Ну и интерес самой молодежи очень высокий. Люди в белых халатах всегда модные. Институт готовит специалистов среднего звена в таких направлениях, как акушеры, стоматологи, фармацепты и другие. Открываются филиалы в регионах страны и сотрудничают с иностранными вузами. Азиз Самсалив, Шаршимбай Акумбеков, СТВ. Министр здравоохранения Республики Ирландия Стивен Данелли накануне во второй половине дня пожаловался на плохое самочувствие. В обязательном порядке его коллеги по Кабмину были отправлены в изоляцию через несколько часов. Анализ не подтвердил наличие инфекции у Данелли. Поэтому работа правительства продолжается в обычном режиме. В тот же день был обнародован план, касающийся правил жизни, включающих постоянную версию заражения. За сутки в стране были выявлены 357 новых инфицированных. Всего их насчитывается более 30 тысяч человек. По соседству в Соединенном Королевстве на первый план выходит новая проблема, связанная с COVID-19. Массовое тестирование привело к хаосу, длинным очередям и невозможности оперативно получить результат анализов. Скорость распространения вируса не спадает. Это подчеркивает ВОЗ, сообщая, что в настоящий момент в мире им заражены почти 30 миллионов человек. При этом международная организация прозывает не закрывать школы, несмотря на то, что дети и подростки могут быть бессимптомными переносчиками болезни. На украинско-белорусской границе скопилось около полутора тысяч паломников-хадисов. Они направляются в украинский город Умань, где они традиционно отмечают Еврейский Новый год, но не могут пересечь границу Украины, закрытую до 28 сентября из-за распространения коронавирусной инфекции. Наибольшее скопление паломников наблюдается в Черногорской области. По данным пограничной службы Украины, ожидают прибытия к украинской границе еще несколько тысяч паломников. В связи с этим Министерство иностранных дел Украины обратилось к белорусской стороне с просьбой не пропускать на Украину лиц, которым въезд туда запрещен. По информации Белорусского общества Красного Креста, у застрявших на границе сотен паломников, среди которых много маленьких детей, нет достаточных ресурсов для обеспечения базовых потребностей. В Испании парламентариями рассматривается новый законопроект, который предусматривает запрет на, как указывается, пропаганду наследия генерала Франко. С другой стороны, документ дает возможность получения денежных компенсаций жертвам и родственникам жертв режима Каудилио. После победы над республиканцами, Франко правил в стране почти 40 лет. По словам Кармен Кальва, вице-премьер-министра Испании, признание страданий жертв, признание их права на репарации, на обретение достоинства, права на справедливость – это важно для наших соотечественников, которые в тяжелейший момент истории сражались с фашизмом. Ее жертвами стали свыше полумиллиона человек, свыше четверти от общего числа погибших, до сих пор остаются безымянными. Если документ будет принят, его положение позволят не только эксгумацию останков жертв франкизма, но и их идентификации с помощью образцов ДНК. А родственники погибших получат право добиваться посмертной реабилитации своих близких, осужденных в ту эпоху военными трибуналами. Алексей Навальный после выхода из комы дышит без посторонней помощи. Об этом оппозиционный российский политик сообщил в Инстаграме. «Я еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Никакой посторонней помощи», – написал он на опубликованном им фото из больничной палаты в Берлинской клинике. Стоит отметить, Алексей Навальный был срочно госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. Лайнер совершил вынужденную посадку. Вскоре после приземления политик впал в кому. Следов токсичного вещества омские медики не нашли. Их основной диагноз – нарушение обмена веществ. Через несколько дней Навального перевезли спецбортом в Германию. Власти Греции объявили об аресте шести подозреваемых в поджогах, в результате которых полностью сгорел лагерь мигрантов Магория на острове Лесбос. Все задержанные выходцы из Афганистана, двое из них несовершеннолетние. После пожара они были эвакуированы на материковую Грецию. Сейчас с ними проводятся следственные действия. Место строительства нового лагеря для мигрантов на Лесбосе посетил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он заявил, что Евросоюз обязательно продемонстрирует большую солидарность Греции в решении проблемы мигрантов. Во вторник в крупнейшем городе Лесбоса Метеллини прошла демонстрация, организованная левыми партиями и профсоюзами. Демонстранты заявили, что переселенцы должны получить возможность обосноваться в европейских странах и начать новую жизнь. Мэрия города Бишкек активно обновляет легкие города, увеличивает пешеходные зеленые зоны. По данным муниципалитета, в настоящее время они работают над строительством двух новых парков в южной части города и одного на севере. Также по линии правительства Азербайджана возводится парк «Дружбы». Так, новый парк «Балалык» для детей расположен на пересечении улицы Токомбаева и Байтик-Батыра напротив парка имени Даира Асанова. Его площадь составляет более 10 гектаров. В парке запланированы фонтаны, беседки и прогулочные тропы. Планируется посадка более 900 деревьев и кустарников. Площадь цветочных клумб составит 1700 квадратных метров. Фонтаны уже сформированы и забетонированы. Полностью проложены инженерные сети. Предусмотрена и современная система полива. Готовы к установке 186 современных фонарей, которые будут освещать пространство. Для них проведены электрические сети, протяженность которых достигла 3700 метров. Уже разбиты аллеи, готовится основание под брусчатку. Параллельно идет работа над входной группой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова